This conference will now be recorded. В рамках рассказа я максимально постараюсь ответить на данные вопросы, а также полностью раскрыть своими словами, что из себя представляет технология RPA. Давайте начнем со знакомства. Меня зовут Гареликов Олег. На текущий момент я являюсь руководителем группы разработки RPA и OCR в компании Data Mining Solutions. Компания является интегратором в сфере технологии, интегратором в решении в сфере технологии RPA, OCR, Marshall Learning и других технологий, а также разработкой собственных решений, в том числе и на базе данных технологий. Компания также является официальным партнером компании Vendor UiPath, единственным партнером со статусом Diamond в СНГ. Что касается непосредственно меня, технологией RPA я занимаюсь уже более трех лет. С момента, так сказать, проникновения ее на российский рынок был, если можно так выразиться, первопроходцем. Сейчас фронт моей работы, моя работа, моя команда состоит в внедрении решений RPA на платформе UiPath, а также решения на платформе распознавания документов API, FLEX и CAPTCHA. Также я являюсь преподавателем курса RPA автоматизации бизнес-процессов с UiPath в Центре обучения специалистов. В данный момент у нас происходит набор в новую группу. Курс рассчитан на тех, кто более-менее на начальном уровне знаком с технологией RPA и хочет научиться разрабатывать роботов. Всех вас также буду очень рад видеть на нем. Прежде чем начать наш рассказ, давайте определим, в какой точке развития человечество находится сейчас. С давних времен, по мере своего развития, человек постоянно открывал все новые технологии. До нашей эры человечество развивалось, изобретая технологии исключительно защищая переработные потребности, потребности в пище, тепле и безопасности человека. И уже после нашей эры человечество продвинулось вперед, развивая процессы создания человеческой автономии. Многие изобретения вели нас к началу так называемого первого этапа промышленной революции, начиная с паровой машины на угольном топливе, а также с изобретением других энергетических ресурсов. В конце концов, начало механизации процессов по сокращению рабочей силы или первой промышленной революции началось уже с изобретением первого механического ткацкого станка. Далее открытие произошло электричества. Была изобретена первая механическая сборочная линия на часа, так называемый второй этап промышленной революции, который разделил ручной труд и массовое производство. Третий этап был ознаменован созданием первого программированного логического контроллера. Все мы его знаем в обиходе как компьютер. С этого момента у нас началось массовое проникновение информационных систем в производство и производственные линии. Что касается текущего этапа, сейчас мы все с вами находимся в так называемом четвертом этапе промышленной революции, который, если в двух словах ознаменует приход новых информационных технологий, таких как big data, machine learning, process mining, в нашу жизнь. Немало известная пандемия, которая возникла по причине коронавирусной инфекции, показала, что уровень автоматизации бизнес-процессов, высота и эффективность реакции на изменяющиеся условия могут стать не просто важным конкурентным преимуществом, но иногда просто необходимым условием для выживания бизнеса в стремительно развивающейся кризисной ситуации. По мнению политического агентства Гартнер, уже внутри описанного мной четвертого этапа революции, сейчас происходит подэтап так называемой гиперавтоматизации. Средство эффективной комбинации взаимодополняющих инструментов, которые позволяют на качественном уровне автоматизировать бизнес-процессы и дополнять человеческие возможности. Гиперавтоматизация предполагает применение передовых технологий, таких как искусственный интеллект, машинное обучение, процесс майнинг, интеллектуальный анализ данных при источнении автоматизации процесса. Основой повышения уровня автоматизации бизнес-процессов, безусловно, является применение технологии РПИ, о которой мы сегодня поговорим, которая помимо сокращения объема рутинных ручных операций, помогает решить задачи интеграции корпоративных систем, в том числе и тех, которые не обладают собственными интеграционными прослойками, так называемого API. Что же такое РПИ? Давайте начнем наше знакомство с расшифровки объяснения аббревиатуры РПИ или по-другому Robotic Process Automation. Для более детального понимания расшифруем каждое из трех слов, из которых состоит данное определение, первое слово роботик или по-другому роботизация, это описание процесса, который подразумевает под собой создание и выполнение скрипта, который, в свою очередь, работает аналогично действиям пользователя, используя интерфейс, клавиатуру и мышь. То есть все, что мы делаем с вами на компьютере, можно превратить в робота, все, что делает пользователь, все те действия. Процесс, что, как ни странно, в переводе означает процесс, это последовательность шагов, скрипт, по-другому, действие робота, который, в свою очередь, использует описанную ранее технологию роботизации. Ну и последнее слово, здесь аббревиатура, automation, либо другому, аутоматизация, это уже более широкое определение, всем, надеюсь, уже достаточно известное. Под автоматизацией мы подразумеваем применение различных технических средств и методов для частичного или полного освобождения человека от непосредственного участия в производственных процессах. Ну и, наконец, после того, как мы с вами дали определение каждой трехсоставляющей аббревиатуры, давайте постараемся все собрать воедино и дать общее определение. Robotic Process Automation или, по-другому, RPA, это форма технологии автоматизации бизнес-процессов, основанная на программном обеспечении роботов. Отличительная и основной особенность, подчеркиваю, отличительной, но не единственной особенностью роботов RPA является возможность использования пользовательского интерфейса для сбора данных и управления приложением. Скажите, пожалуйста, вот те, кто собрались, слушатели семинара, кто-нибудь слышал об этой технологии? Можно там плюсик, те, кто слышал, написать в чат, минусик, те, кто не слышал, для того, чтобы понимать уровень, так сказать. Ага, уровень аудитории, да. Да, есть те, кто не слышал. Вот я вижу, отвечает некоторый плюсик, некоторый минус в чат. Спасибо большое. Как и любую другую технологию RPA, у нас нужно применять. Когда человек впервые говорит о роботах, в первую очередь, конечно же, он представляет какую-то, наверное, железную, механическую руку. Но нет, это софт, прикладной софт, который также, как и любая другая программа, программируется. Робот – это не какая-либо нейросеть, он не умеет думать, как любую друг другу программу, как я уже сказал, необходимо настраивать. И для того, чтобы мы добились от этого процесса максимального эффекта, необходимо это делать грамотно и правильно. Давайте остановимся, рассмотрим, что же умеют делать роботы. В первую очередь, хотелось бы сказать, что основная задача RPA – это помощь людям в выполнении повторяющихся задач, переключение их на другие, более интеллектуальные задачи. То есть с помощью роботов мы автоматизируем наиболее рутинные процессы. Я еще дальше поговорю о том, какие процессы необходимо с помощью RPA автоматизировать. Робот использует компьютер для запуска прикладных программ таким же образом, как и человек, который работает с этим программным обеспечением. Ну и в целом всю работу роботов можно поделить на два этапа. Первый – это сбор или ввод данных из различных систем. И второй этап – это принятие на основе этих данных каких-либо решений, составленных разработчикам, то есть построение некоторой логики работы робота. Например, робот «зайди мне на сайт», «Яндекс.Погода», ну это такое поставить, например, «если температура в моем городе меньше 0 градусов», вышли письмо на почту сотрудникам с предупреждением. То есть что делает человек в этом случае? Он заходит на сайт «Яндекс.Погода», через интерфейс кликает раздел своего города, смотрит на элемент, где будет написано, сколько у него горной температуры, сколько градусов, и, собственно, если она там проводит какой-то сравнительный анализ, то есть она у нас меньше 0 градусов в данном случае, далее выходит почтовый клиент и, собственно, высылает письмо с предупреждением. На слайде в левой части представлены типы и виды приложений, с которыми может взаимодействовать робот. По своему опыту могу сказать, что роботы могут взаимодействовать почти с любимыми типами, видами систем. На слайде представлено в желтом квадратике типы приложений или виды приложений, то есть в первую очередь робот очень хорошо интегрируется с email-системами, с типами документов PDF, Word, Excel, веб-приложений, декстоп, приложений базы данных, ну и, собственно, любые другие системы, у которых есть интерфейс, либо другой программный доступ. Как робот, собственно, это делает? Первый метод, как мы уже ранее сказали, это и отличительный метод данной технологии, это работа через пользовательский интерфейс. Роботы работают с приложениями аналогично пользователям, вводя данные в формы и кликая по элементам на экране. То есть с помощью своих технологий у каждой ERP-технологии идентификации элементов, она своя, запатентованная. Робот находит элемент, какой ему запрограммировал разработчик, и делает что-то с этим элементом. Либо забирает данные, либо вводит в формочку какие-либо данные. Второй метод от обращения, собственно, на интерфейсе, интерфейс это одна из частей, с которым, собственно, один из методов, с которыми работает робот. Второй метод от обращения к системе, имену интерфейс, уже по протоколу API. То есть когда робот может просто обращаться к приложению, сразу к его бэкфронту при помощи заранее написанных запросов. Это происходит в случае наличия соответствующего протокола и наличия, собственно, методов у данного приложения. То есть благодаря этому способу робот работает намного быстрее, робот работает, не переходит по различным страницам через веб-браузер, например, либо через десктоп приложение, а просто сразу прибой шлет запрос приложения. Ну и, конечно, третья возможна метод сбора и ввода данных, это при помощи внутренних интеграций платформы и системы. То есть обычно у робота уже есть, у платформы, точнее, есть ряд преднастроенных интеграций для работы с многими распространенными офисами приложений. В первую очередь, конечно же, такие приложения, как Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Outlook. Разработка роботов, в которых участвуют данные приложения, не требует написания дополнительного кода для осуществления интеграции. То есть разработка робота с данными приложениями заключается в том, что мы просто переносим уже заранее преднастроенную функцию, которую параметаризируем так, как нам нужно. Также ничего не мешает написать роботу собственную интеграцию через код, через студии разработки, через, например, Microsoft Visual Studio и для работы с другими приложениями. По сути, написать собственную библиотеку. После того, как мы уже написали наш скрипт нашего робота, мы его где-то исполняем. Далее я подробнее уже об этом поговорю. Но сами по себе роботизированные процессы после компиляции запускаются на машинах пользователя, в частности, на операционной системе Windows. Обычно роботы, те, которые запускаются на этих машинах, делятся на два типа. Первый тип – это роботы, которые, собственно, работают в фоновом режиме, то есть где-то запустили в фоне, и они там работают, делают свой процесс. И те, которые запускаются вручную непосредственно с компьютера по требованию пользователя. То есть мы можем установить исполняемую часть робота на машину пользователя, и его, когда ему нужно, запускают его уже, собственно, вручную. Так, перейдем к следующему. Вы спросите, наверное, зачем, почему RPA, почему не другие технологии? Давайте попробуем ответить на этот вопрос. Тезисно. Первый тезис – это автоматизация, путь к успеху. Уже в начале презентации мы с вами сказали о том, что сейчас у нас происходит этап, если так можно выразиться, революция в автоматизации или по-другому, гиперавтоматизация. И, безусловно, без автоматизации тех бизнес-процессов, под которые было уже разработано большое количество программного обеспечения, у бизнеса не будет самого главного, собственно, успеха – получения прибыли. Любая автоматизация – это, в первую очередь, помощь людям в выполнении надоедающих, рутинных задач, но никак не полное их замещение. То есть это запущенный распространенный миф. По мифам мы также поговорим чуть далее. Любая помощь в процессе переспределения работников предприятий на другие процессы влечет за собой, в первую очередь, рост производительности труда. С наименьшими силами мы закрываем все больше и больше задач. И за счет этого происходит и следующий наш тезис – это рост в экономии денег. Еще немаловый важный фактор, говорящий в пользу применения RPA – это необязательность использования кода. Саброб представляет из себя алгоритм, но для того, чтобы его сделать, необязательно в чистом виде писать код, как это предлагает обычная классическая автоматизация. Достаточно просто с помощью визуального помощника построить алгоритм и параметаризовать его. Научиться разрабатывать робота, в принципе, может без преувеличения. Каждый, кто на самом даже малом уровне представляет, как работает программа. Немаловажным и значительным фактором, влияющим на выбор технологии, является, конечно же, высокая скорость работы и надежность. При правильной разработке и настройке алгоритма робот никогда не будет ошибаться. С помощью существующей технологии робот делает свою работу очень быстро и гораздо быстрее человека. В подтверждение этих слов как раз хотелось бы продемонстрировать в видео, в котором представлен сравнительный анализ скорости выполнения процесса человека и робота. На сам процесс, смысл данного процесса заключается примерно в следующем. специалист отдела по подготовке отчастности. Каждое утро выгружает данные из базы данных Microsoft Access в формате Excel. Далее после этого он загружает их в 1С, где после работы обработки получает отчет, который впоследствии он управляет своему руководству по электронной почте. На левом, собственно, видео мы видим, как работает человек. Справым мы видим, как, собственно, работает робот. Видео здесь немножко ускорено для того, чтобы не смотреть полностью весь процесс в обычной съемке. И мы видим уже, что робот в данной ситуации уже закончил свое время. Здесь мы немножко увеличиваем скорость. Робот уже закончил, да, как я повторюсь, уже. А человек продолжает работать, да, продолжает работать, делать отчет, ошибаться в каких-то моментах. Может, ему в это время кто-то позвонит, он отведет, отвлечется на звонок. Ну и, собственно, продолжает работу. Благодаря разработанному за несколько дней всего лишь, да, роботу мы видим, насколько быстрее стала работа данного процесса. Уже сейчас у нас идет выигрыш по времени более уже, чем в два раза. И самое главное, что немалобарно, робот отработал весь этот процесс без, соответственно, каких-либо ошибок. Да, мы видим уже выигрыш во времени идет. Вот, он закончился процесс, да. Выигрыш во времени уже достаточно большой, более 10 минут. Давайте дальше перейдем. В конце 2020 года Compiler Deloitte провела большое, очень интересное исследование на тему тенденции развития RPA на российском рынке. Результаты представлены на слайде. В первом опросе респондентов просили проставить приоритеты, высокие, меренные, незначительные, некоторым эффектам, которые они ожидают получить при роботизации. Видно, что среди эффектов от внедрения роботизации респонденты, в первую очередь, дают предпочтение увеличение скорости выполнения задач 71%, автоматизации монотонных процессов, это 70%, и снижение затрат 69% и снижение рисков при выполнении 68% при выполнении задач. Меньше всего компания обращает внимание на повышение уровня мотивации работников. В будущем невнимательное отношение к бизнесу, к вопросам, конечно же, мотивации, опять мы говорим про человеческий фактор, будет сказываться на эффективности результата работы сотрудников. Как компания будет сложнее удерживать и привлекать ценный персонал. На основании уже другого исследования, которое представлено на правой части слайда, исследования «Тенденция в сфере управления и развития персоналом» в России, проведенного той же компании, 53% опрошенных работодателей, 68%, считают, что основным следствием автоматизации в ближайшие три года станет переквалификация существующих сотрудников. Таким образом, руководители смогут повышать уровень мотивации их работников путем переориентирования структурных задач на более линктуальные, а также путем обучения их новым навыкам, которые будут востребованы в ближайшем будущем. В то же время компаниям, стремящихся сохранить устойчивые позиции на рынке, следует максимально оперативно приступить к анализу и прогнозированию потребностей в навыках и компетенциях, продиктованных автоматизациях. Уже сейчас могу сказать, что идет тренд в сторону, в частности, у вендора UiPass, идет тренд в сторону обучения обычных рядовых сотрудников. Для этого продвигается ряд инициатив. Первая инициатива – это создание простой студии разработки, UiPass Go. Про UiPass мы также в дальнейшем поговорим. Но уже, говорю, тренд идет, что мы должны переключаться с наиболее рутинных задач уже на наиболее интеллектуальные и отдавать роботам эти рутинные задачи. Опять же, про автоматизацию бизнес-процессов. Сейчас помимо основным конкурентом RPA, конечно же, является классическая автоматизация при помощи кода, при помощи обычных подходов к разработке. Но здесь с полной уверенностью я могу сказать, что в этом споре побеждает RPA. То есть мы можем автоматизировать эти рутинные задачи, которые говорили ранее с помощью обычной автоматизации. Но все-таки это долга, то есть долгие сроки разработки, высокие риски. Ну и все оставшиеся, собственно, долги представлены на свадьбе. Говоря про роботизацию, компания обычно оперирует двумя аргументами. Цена и качество. Какое из них является наиболее актуальным для компании и убедительным? Ну, по моему мнению, в первую очередь это цена, а во вторую очередь это эффективность. То есть показатель внедрения до получения результата. Компаниям очень важно получить результат за достаточно короткий срок. А на внедрение у нас одного робота, сопровождающего несколько бизнес-процессов, может потребоваться всего несколько недель и даже дней. В то же время, наверное, единственным сдерживающим фактором в этой связи для таких проектов все еще является низкая стоимость труда в нашей стране. То есть стоимость лицензии немножко непропорциональна стоимости труда, который замещает человека. Собственно, про эффективность, про экономическую эффективность мы еще поговорим чуть позже. Опять же, давайте взглянем на слайд, давайте взглянем на сравнение двух технологий. Опять же, RPA – это быстро, RPA – это за счет быстроты имеет низкую стоимость разработки. Решения RPA масштабируемые, то есть чтобы сделать какую-то, написать еще дополнительную модуль, требуется не так много усилий, опять же, не так много времени. В том числе в классической автоматизации необходимо писать очень большой код, необходимо собирать очень большую команду. Процесс должен быть наиболее оптимален для этого уровня. Ну и в целом, у роботов нет необходимости полностью переделать весь бизнес-процесс. Мы можем делать as is, так как человек сейчас это делает. Есть, да, конечно, накладывается ряд ограничений, но в целом эти ограничения всегда обходятся либо путем оптимизации процесса, либо с помощью каких-либо написаний дополнительных интеграций. Опять же, все это делается роботом, и все делается достаточно быстро. До Верклинга, те, кто слышал о технологии роботизации, слышал и о мифах, которые витают вокруг внедрения роботов. Сейчас я их постараюсь озаглавить и немножко, наверное, так сказать, развеять. Первый миф – то, что робот полностью заменяет человека. Нет, робот не заменяет человека. Опять же, я повторюсь, что робот призван помочь человеку, помочь в выполнении его рутинных операций, которые он выполняет на нежденной основе, перенос каких-либо данных с одной системы в другую. Это все рутина, и мы можем переключиться на более интеллектуальные вещи, такие как, не знаю, аналитика, составление каких-либо уже более, так сказать, комменитивных функций, то есть где уже нужно принимать решения в зависимости от многих факторов, где уже робот не справится. Второй миф – это робот не всегда окупается. Тоже заблуждение, при должной настройке, при должном правильном внедрении, о внедрении мы также поговорим чуть позже. Робот окупится, окупится это быстрее, чем классическая автоматизация. Третий миф – это то, что роботы работают медленно. Нет, роботы работают медленно, они работают аналогично. Ну, быстрота их выполнения зависит по большей степени от скорости работы самой машины, самого компьютера, от скорости открытия, например, различных оконах в интерфейсе, только и всего. Олеся, мы даже говорим про API, роботы работают, как обычно, аналогичная, собственно, программа. Было исследование, да, запускала компания EIPAS тысячи роботов на тысячах, собственно, виртуальных машинах, одновременно, да, на одном процессе, и скорость их обработки информации на этом процессе напрямую зависела, наверное, только от скорости, собственно, работы базы данных. Четвертый миф – поддерживать API-решение. Это сложно. Да, немаловажная часть API-решения занимает инфраструктура, поддержание тех решений, которые были, собственно, сделаны. Но это не так. Сейчас компании, вендора RPA предлагают очень достаточно простые, оптимальные решения, которые впоследствии очень легко и просто поддерживают. Роботы умеют думать. Это тоже заблуждение, да, это тоже миф такой. Робот, к сожалению, не умеет думать, но могу сказать, что сейчас уже идет тренд в сторону того, чтобы роботы, собственно, внедрять уже вместе с Machine Learning, с так называемой интеллектуализацией робота, то есть встраивать в него модели обучения, впоследствии робот сможет принимать, при внедрении которых, впоследствии робот сможет принимать самостоятельные решения, да, в зависимости от тех данных, на которых его обучили. Так, немножко про RPA-платформы. На сегодняшний момент на рынке представлено великое множество продуктов RPA-систем. Среди них, безусловно, лидеры – это UiPath, Automation Anywhere, Anywhere, Blue Prism, Creon Systems. Разработка первых трех уже ведется достаточно длительное время. С них вся, собственно, разработка и началась, внедрение RPA. Можно подтверждать, что остальные платформы их, собственно, догоняют. Не встает наш российский рынок разработки платформ. За последние несколько лет достаточно большое количество платформ было изобретено. Не могу и не выделить, и не похвалить продукт Robin. Ребята делают очень качественный продукт, который уже внедряют многие крупные компании, в том числе и госкомпании. Их платформа не уступает зарубежным, но, по сути, есть к чему стремиться, и они это делают очень быстро, и я надеюсь, что в ближайшем, в будущем это, собственно, сделают. Ну, отличие российских и зарубежных платформ. Это, в первую очередь, функционал. Как я уже сказал, в российских платформах функционал немножко ограничен. Ну, и второе, конечно же, стоимость. Стоимость зарубежных платформ, стоимость их лицензии гораздо больше, выше. Но, опять же, за счет этого есть, так сказать, тренд к тому, что... Ну, истребление к тому, чтобы сделать собственную российскую платформу. Перейдем к архитектуре RPA-платформы. Обычно архитектура решений является трехуровневой и состоит из следующих частей. В первой части это среда разработки. На этом слое непосредственно происходит разработка алгоритма робота в студии разработки. Разработка представляет из себя построение логических схем путем перетаскивания различных функций на, собственно, основной дашборд, на основной лист. На втором слое располагается серверная среда и исполняемая среда. Почему они вынесены на один слой? Дело в том, что тот алгоритм, который мы создаем в среде разработки, мы можем сразу направить на исполнение в исполняемую среду, либо же опубликать серверную среду для дальнейшего его запуска, то есть вручную, либо по расписанию. То есть, как я повторюсь, уже исполняемая среда представляет из собой виртуальную машину, обычную виртуальную машину, которая стоит, обычная операционная система Windows. Сейчас роботы работают только на ней. В недавнем обновлении компании UiPass у нас произошла, так сказать, революция. Сейчас роботов можно и запускать, и делать на Macintosh. Ну и заключительный слой – это база данных, она отвечает за сохранение всей информации платформ. Собственно, на данном слайде представлен интерфейс среды разработки UiPass, UiPass Studio. В левой части то, что я говорил, собственно, те функции Activity по-другому, те действия, которые уже преднастроены у робота. Чтобы выставить некую логику, нужно взять, перетащить, собственно, дашборд на главный экран. Он представлен тоже на слайде, на скриншоте, и выставить некую логику построения работы робота. То есть мы просто берем, перетаскиваем эти действия, перетаскиваем стрелочки, указывая последовательность выполнения той или иной функции. Ну и, соответственно, параметризируем эти функции. Все параметры у каждой функции свои. И здесь вот на слайде можно увидеть, что они указаны на правой части экрана. Их достаточно великое множество. У каждой функции они, как повторюсь, уже свои. На текущем скриншоте у нас представлен интерфейс серверной среды уже, вторая часть своей, о которой мы говорили. Это UI-баз-оркестратор. Это тот центр управления роботами. Ну, собственно, это интерфейс. По сути, это интерфейс базы данных. То есть здесь представлена информация о всех процессах. Здесь можно увидеть логирование. То есть все, что роботы исполняют, они пишут сюда. Ну, и здесь, соответственно, пишут они в базу данных. А здесь, соответственно, происходит отображение этой информации. Здесь можно настроить также расписание запуска работы. Можно запустить вручную, можно восстановить. Все это пространство у нас делится на собственные среды. Внутри каждой среды у нас, виртуальной среды, можно выделить прот, тест, дев-среду, среду разработки по-другому. То есть достаточно мощный инструмент, который позволяет нам с полной эффективностью использовать роботов. На данном слайде представлен пример архитектуры RPA, платформы UI-баз. Как я уже сказал, что он состоит из UI-баз-студия, которую мы сказали ранее. То есть в ней мы, соответственно, разрабатываем, проектируем. Далее мы занимаемся уже непосредственным внедрением. Внедрение происходит в серверную часть. Это UI-баз-оркестратор. И далее оркестратор уже дает команду до исполнения. И, собственно, UI-баз в следующем компоненте, UI-баз-робот. В рамках данного исполнения у нас происходит также отслеживание работы робота. Немного давайте про рынок RPA в будущем. С своего момента рождения, в 2016, по всем прогнозам, этот рынок вырослить несколько раз. Сейчас уже на текущий момент цифры уже по предварительным оценкам составляют 2 миллиарда долларов США. То есть это большие цифры. Сегодня произвучала, кстати, информация на семинарии компании UI-баз. Она очень часто проводит семинары на российском рынке. Сегодня это был семинар вместе с РБК, то есть на их площадке, на площадке данного информационного агентства, на котором прозвучала цифра, что прошлый год, за 2020 год, по всем мире уже было внедрено только в одной компанию. Ну, только сколько внедрений, точнее, было произведено 7 тысяч внедрений только платформой UI-баз. И российский рынок, конечно, представлен здесь не в такой значительной части, но 100 внедрений на российском рынке сегодня тоже такая же информация произвучала. Достаточно много, я считаю, и это не может не радовать. Почему это происходит? Ну, как мы уже сказали, RPA-система подходит до большинства корпоративных процессов и представляет больше конкурентных преимуществ. Какие конкурентные преимущества мы также озвучили? Да, это, в первую очередь, высокая скорость разработки, наименьшие затраты, которые влекут за собой наименьшие расходы. На текущий... Так, собственно, почему так же это происходит? Потому что система RPA-система уже с элементами искусственного интеллекта, то, что вот я уже говорил, тренд, он идет, способны ли повлиять на процессы принятия решений, с помощью искусственного интеллекта мы сможем автоматизировать еще больше процессов, роботизировать их, и поэтому, ну, собственно, происходит увеличение внедрения RPA-решений. Ну и так, в целом мы дали с вами понимание, что такое технология RPA на верхнем уровне. Я надеюсь, у вас сложилось более-менее какое-то относительное представление. Теперь давайте перейдем ко второй части, рассмотрим процесс внедрения данной технологии. Выглядит он примерно следующим образом. Ну, я так выделил четыре шага. Первый шаг – это выявление потребностей компании в роботизации. Второй шаг – это набор команды. Третий шаг – это обследование процессов, создание бэклога с приоритетами, подсчет экономической эффективности этих процессов, ну и, собственно, разработка. Давайте перейдем к первому шагу – выявление потребностей компании в роботизации. Использование RPA, как, в принципе, любого другого значительного бизнес-инструмента, должно исходить, собственно, и стратегии компании. В основе стратегии должна лежать какая-то общая стратегия компании, и она требует определенности, необходимы четко сформулированные требования, а также ключевые показатели эффективности, по-другому KPI, которые необходимо выбирать исходя из целей, которые ваша компания хочет, например, достичь. Есть много успешных, есть много, точнее, неуспешных случаев, когда разработка адекватных показателей RPA игнорировалась. Категорически важно показывать четкие результаты и стараться их, собственно, достигать. То есть в первую очередь важно на этом шаге определить цель внедрения RPA, например, увеличение производительности труда или уменьшение управленческих расходов. Может быть и то, и другое, и уже отталкиваясь от этого, мы должны ставить перед собой задачу достичь эту цель, собственно, с определенным результатом. После того, как мы поняли цель, мы должны прийти к руководству с представлением технологии и с четким пониманием, основанием целесообразности применения данной технологии внутри компании. В рамках данного этапа очень часто приглашаются компании-интеграторы. На этом этапе их цель выбрать и роботизировать какой-либо процесс, показать, собственно, все преимущества данной технологии. Здесь также можно обойтись показом некого пилотного процесса, то есть выбрать какой-либо процесс, роботизировать его основной сценарий, например, без исключения сделать это, то есть показать роботизацию основной ветки процесса. На данном этапе также важно уже поделиться с платформой, на рынке, как я уже сказал, процентов вели их великое множество, выбрать есть чего. Ну и в первую очередь, конечно же, стоит ориентироваться, на мой взгляд, собственно, на лидеров. Ну, после первого этапа, после того, как нам дали, так сказать, наше руководство нам дало зеленый свет на внедрение технологии, мы должны сплотить вокруг себя настоящую команду профессионалов, которая, в свою очередь, конечно же, должна быть настроена на результат. Обычно команда RPA решений выглядит примерно следующим образом. Во главе группы разработки стоит капитан корабля, так сказать. Он является руководителем проекта. Он контролирует ход всех с работ, отвечает за весь результат. Далее непосредственно идет вся производственная часть. Начинается она с бизнес-аналитика. Он отвечает в первую очередь за преобразование описания тех требований, поступающих из заказчика в команду разработки. Здесь я не зря отметил заказчика. На самом деле он также является одним из членов команды, и на каждом этапе внедрения робота он должен быть рядом с производственной группой, так как это будет напрямую влиять на результат, ведь бизнес-заказчик является владельцем процесса, и он в первую очередь знает, где его можно преобразовать, ну или в случае оптимизации, где нельзя преобразовать. Далее после бизнес-аналитика у нас идет архитектор. Он отвечает за проектирование робота. Его обязанность сделать так, чтобы из технического задания, который по большей степени описывает процесс SIS, то есть так, как он есть сейчас, создать робот и сделать техническое задание на проект, ну то есть технический проект, собственно, непосредственно робота. То есть он, по сути, отвечает за то, чтобы код робота был наиболее оптимален, наиболее эффективен. Он принимает решение о том, что нужно использовать там расписание, нужно ли использовать его очередность. И уже после проектирования робот, архитектор отдает свой проект в руки разработчика, который совместно уже, ну непосредственно с архитектором и с бизнес-аналитиком начинает творить самую главную магию, разрабатывать робота. Как мы роботизируем? Уже после того, как мы набрали людей в нашу дружную команду, мы переходим к следующему этапу. Самым важным этапом это обследование процессов, создание бэклога процессов, то есть очередности процессов и подсчета экономической эффективности. Какие, собственно, процессы подходят для автоматизации? В первую очередь, это часто повторяющиеся процессы, у тех, в которых присутствует очень большое количество транзакций в рамках, например, одному рабочего дня, в рамках месяца. Процессы, задействующие много людей, да, то есть, например, центр обработки каких-либо страховых договоров, да, то есть это процесс, который подразумевает в себя множество транзакций, и он будет задействовать много людей. Продукт с множеством данных в различных системах, да, то есть мы можем роботизировать множество этих данных, маппить их, так сказать, сверять друг с другом и брать их из различных систем, то есть где много систем, мы также должны обратить внимание на эти процессы. Простые процессы основаны на правилах, на простых правилах, то есть там, где нету очень, ну, там, где нет достаточно большого количества условий, да, то есть, ну, на самом деле, условия – это и помеха для робота, да, то есть сравнить значения одно с другим, показать, что мы можем, какую логику мы можем выстроить, то есть тут на тех простых правилах, то есть здесь также стоит обратить внимание на эти процессы. Процессы со стандартным читаемым входом. Что здесь имеется в виду? Что у нас есть, например, там, Excel-файл, он понятен, опять же, преобразовывать его тоже должно быть понятно, то есть у нас на вход должны поступать, там, например, либо мы начинаем работать там с запуска робота вручную, либо мы начинаем по триггеру с какой-то либо появлением новой информации в сетевой папке, с горячей папки, либо вообще по горячим клавишам, то есть роботы тоже это умеют делать, то есть тут не проблема. Стабильные процессы приложения, да, то есть, опять же, роботы работают через интерфейс, если интерфейс этих приложений у нас нестабилен, то, наверное, стоит сначала, в первую очередь, разобраться в инфраструктуре этого приложения, сделать так, чтобы у нас выскакивало наименьшее количество, наверное, исключений, да. Но, опять же, да, то есть написать обработку роботом какого-либо исключения не составляет труда, мы всегда это можем сделать и зауговаритмизировать это. Процессы с небольшим процентом исключений, да, то есть нужно понимать, что автоматизировать процесс, роботизировать процесс, где присутствует там очень большое количество исключений займет, ну, то есть это можно сделать, да, но тогда будут очень большие риски, риски того, что поддерживать это решение будет сложно, один разработчик вряд ли справится, но, скорее всего, нужно будет собирать уже какую-то там большую команду разработчиков. Устоявшиеся ручные процессы, да, где нам необходимо просто перебивать данные с одной системы в другую систему, где не требуется никаких-либо там даже исключений, тоже подлежат роботизации и должны роботизироваться в первую очередь. Поговорим про области внедрения, да, то есть, понятное дело, что мы сейчас озвучили сами, где мы их можно внедрять, но давайте я вот здесь на слайде выделил основные блоки компаний, в которых, собственно, непосредственно может происходить, ну, и, собственно, никакие процессы, да, среди данных процессов можно выделить, там, например, процесс финансового блока, это создание справки 2 НДФЛ, то есть большие компании, где работают больше тысячи сотрудников, в банкерии уходит, у финансового блока, да, уходит большое количество времени на просто, на обычную такую простую, казалось бы, операцию, как сформирование и отправка справки 2 НДФЛ. Можно сказать про процессы службы по поддержке, то есть, да, маршрутизация каких-либо обращений. Опять же, мы можем настроить, ну, примерно, да, был такой кейс у нас, что мы настраивали машинное обучение, которое анализировало текст сообщения, текст сообщения в службе поддержки, и на основе этого принимал решение, ни к какой категории относится то или иное обращение. Так, здесь я не буду дальше останавливаться. HR, закупки и, собственно, это основные, ну, юристы, да, ряд процессов, которые можно... Так, ну, еще давайте немножко про кейсы, как я уже, да, сказал про кейс справки 2 НДФЛ. Давайте его немножко опишем. То есть у нас есть бухгалтер Лилия Константиновна, она ежедневно получает запросы на получение справок 2 НДФЛ в количестве около 50 штук в день, ну, а она в среднем тратит на по 2 минуты, то есть по 100 минут в день на каждую транзакцию. И как бы очень грустит из-за этого. Тут приходит API разработчик Олег, который за один день делает робота, который выполняет данную бизнес-задачу, и он экономит Лилию Константиновне ее драгоценное время. И впоследствии Лилия Константиновна, разработчик Олег, очень рада этому. Ведь теперь Лилия Константиновна может уделить свое драгоценное время более важным и полезным для нее и ее компания задачам. Еще один кейс очень интересный, да, разработанный нашей компанией. Это кейс по переносу данных из одной веб-системы, что-то в другую. Сотрудники в количестве 50 человек ежедневно выполняют вручную операцию по переносу данных из одной системы в другую. Количество транзакций в день составляет 5000. В пиковые периоды количество задач ежедневно может достигать и даже 10 тысяч, это достаточно массивный процесс. Ну, здесь представлено, насколько один сотрудник обрабатывает транзакций в день, то есть 42 транзакции в день, и 50 сотрудников обрабатывают лишь 2100 пакетов, да, при, как бы, собственно, текучих показатах 5000. Компания и сотрудники очень грустят из-за этого, ведь не выполняют ССЛ, да, и люди не получают, собственно, премии, да, потому что страховые премии, да, потому что этот процесс обязан именно на них. Ну, тут опять же приходит наш известный разработчик, Корпей Олег, который за одну неделю делает робота, и компания экономит и деньги, и время. И сотрудник, и Олег вновь очень рады достигнутому результату, да, и могут, собственно, переключиться на другие задачи. Еще одна часть, немаловажная часть, собственно, нашего, наше обследование процесса, это расчет экономической эффективности. После того, как мы провели первый анализ процессов, и у нас есть предварительный список на роботизацию, так называемый бэклог, мы должны посчитать экономическую эффективность внедрения каждого из этих процессов. Ну, и в зависимости уже от этого выставлять приоритет роботизации. Расчет анализа, ой, расчет, прошу прощения, начинается с анализа трудозатрат. Важно понимать, насколько в количественном отношении сотрудников влечен в процесс, в этом нам поможет величина FTE, или по-другому, full-time equivalent, который покажет степень вовлеченности сотрудников в выполнении того или иного бизнес-процесса. Данная величина показывает, насколько тот или иной сотрудник вовлечен в процесс в каком-то количественном отношении. В расчете FTE обычно мы оперируем двумя величинами. Первая величина – это время, затрачиваемое сотрудникам или отделам на обработку информации в год, и, собственно, время, затрачиваемое именно роботам на обработку информации в год, которые в сравнении между собой показывают, насколько мы уменьшим трудозатраты при внедрении, собственно, RPA. Давайте непосредственно перейдем к формулам, внесем некую полезность, которую вы можете применять себе в компаниях где-то, где вы хотите репетизировать процессы. На слайде представлена формула расчета FTE конкретного процесса. Для того, чтобы нам рассчитать трудозатраты, нам необходимо знать, во-первых, время, которое подходит для… которое необходимо для подготовки тех данных и нормализации, ввода различных данных, проверки этих данных. То есть все суммарное время. Следующая речина – это, конечно же, количество рабочих дней в месяце, на которые мы умножаем это время, количество этих операций в день, то есть сколько транзакций в день мы можем обрабатывать, и количество месяцев в нашем году. и в отношении к количеству, к T нормальному, вот видим справа формулу, то есть мы подсчитаем время обработки информации в часах в месяце и поделим, собственно, на количество рабочих часов в году. давайте перейдем непосредственно к примерам, покажем, как рассчитывается время, затрачиваемое на сотрудникам отдела на какую-либо операцию. представим, да, процесс, в котором у нас это время является 180 минут, да, мы узнаем сначала, сколько его в часах, да, уходит это время, ну и почитаем FTE. Рабочее время, то есть T нормальное, количество рабочих часов в году, собственно, у человека, оно намного меньше, чем у робота, да, то есть если мы посчитаем FTE для вот данного процесса, по данному примеру, мы получим значение 1.125. Давайте, ну, как бы, не будем заострять на этом внимание, а почитаем сразу, собственно, на этом же процессе тот FTE, который у нас, собственно, получим мы от внедрения робота, да, как мы видим, он у нас намного меньше будет, да, то есть ту вовлеченность, ту разницу между собой, если мы потом сравним две этих величины, мы получим очень большую оптимизацию процесса, ну, в рамках анализа труда-затрат. То есть, опять же, повторюсь, мы посчитали время, затрачиваемые роботом, и посчитали время, затрачиваемые, собственно, сотрудникам в год. Опять же, повторюсь, что задачи, которые составляют больше или около 1 единицы FTE, у нас подлежат роботизации и должны роботизироваться в первую очередь. Вторая часть расчета экономической эффективности заключается в том, чтобы подсчитать две немаловажных величины, это окупаемость инвестиции или по-другому ROI, Return on Investment, то есть, это финансовый коэффициент, иллюстрирующий уровень доходности или убыточности роботизации процесса, и срок окупаемости, Payback период, то есть, период времени необходим для того, чтобы доходы, экономию от роботизированного процесса покрыли затраты при выполнении данного процесса с сотрудниками. Это немаловажные величины, которые необходимо также подсчитывать для того, чтобы потом, впоследствии, мы могли презентовать руководство, то есть, вот мы роботизировали тот процесс, мы получили такую предположительную окупаемость инвестиций следующая, и срок окупаемости на следующий. Сравниваем план с фактом и показываем в действительности, что у нас получилось. Давайте перейдем к непосредственным примерам, но для начала давайте рассмотрим, какие расходы включает на себя сотрудник, и какие роботы. скреплены на слайд, в первую очередь, это прямые расходы, такие как зарплата, налоги, премия, больничные и так далее, а также косвенные расходы, это ленту офиса, рабочее место, то есть, те расходы, которые влечет с собой компания на того сотрудника. И сравним с роботом, то есть, роботы, есть немаловажные, наибольшая там, статья расходов, у него, конечно же, является эта стоимость лицензии, это прямой расход, есть там также косвенные расходы, это затрат на электроэнергию, виртуальная среда, то есть, инфраструктура, на которую мы также тратим деньги. Перейдем непосредственно к простой расчету, простой модели расчета ROI. Для этого мы посчитаем, введем форму стоимости ручного труда для каждого процесса, она будет состоять из отношения времени к ручной обработке информации к количеству рабочих часов в году и умноженное, собственно, на годовую зарплату. Также мы, то есть, у нас S, это стоимость, годовая зарплата, НДФЛ, социальные какие-либо отчисления. Дальше мы посчитаем также, ну, то есть, видим форму стоимости труда по внедрению роботизированного решения, она также будет включать в себя временные наши расходы, которые, сколько мы времени потратим, также они будут включать расчетную стоимость робота, внедрение его, годовую стоимость лицензии и стоимость разработки робота и его поддержки в год. Давайте рассчитаем какой-то некий ROI, оптимистичный ROI. Мы за основу берем формулу подсчета, точнее, время подсчета той, того процесс, который мы ранее подсчитывали, умножим его и на среднемесячную зарплату, да, из расчета 350 долларов, да, где-то по России и получим цифру 7400 долларов и почитаем стоимость, ну, собственно, труда робота при разработке, ну, стоимость внедрения робота при подстановке всех коэффициентов, стоимости лицензии, стоимости разработки, поддержки и так далее, мы получим цифру 6000, приблизительно где-то 6200 долларов собственно в год. Почитаем в процентном отношении, да, какой мы эффект получим, посчитаем разницу между собственно стоимостью внедрения, если мы бы внедряли ручной труд и стоимостью внедрения робота. Высчитаем процент, он будет у нас 19 процентов и посчитаем наш пейбэк период, да, он будет составлять по этому прогнозу 10 месяцев. но в каждой бочке меда есть у нас ложка дегтя, как говорится, мы можем рассчитать также пессимистичный прогноз, да, где у нас собственно стоимость внедрения робота выйдет далеко за пределы каких-то разумных рамок, да, и у нас в этом случае пейбэк период там займет 3,5 года. стоимость там последующих роботов у нас также будет занимать там стоимость точнее при первом роботе, когда мы его разрабатываем, да, то есть мы берем только одну лицензию робота, когда мы этот же процесс роботизируем и берем уже стоимость лицензии только только стоимость лицензии для других роботов, мы не берем стоимость разработки, мы берем только стоимость самого лицензия робота и стоимость его поддержки. То есть при уже непосредственном масштабировании у нас каждого следующего робота у нас будет величина в 1200 долларов. В этом случае у нас ROI будет 19% при масштабном уже роботизации, что в принципе является нормальным. Ну и собственно давайте перейдем к последней нашей части. Я прошу прощения за задержку, чуть-чуть мы не укладываемся в срок. После того, как мы определились с вами с теми процессами, которые будем роботизировать в первую очередь, мы приступаем к разработке. Здесь давайте тезисно поговорим, какие этапы у нас присутствуют. Разработка сама делится на этап разработки, как и у любого другого внедрения разработки, тестирования, оптопромышленной эксплуатации, ну и собственно сопровождение и тиражирование. Какие подходы можно применять к роботизации процесса? В первую очередь, конечно же, всем известный кип-подход к разработке, то есть agile модель, ну или стандартный подход к разработке, водопадная модель тоже, она здесь применима и можно ее использовать. Какие таск-трекеры наиболее оптимальны? Ну, мы в своей компании используем Jiro, можно также использовать Trello, Jiro более-менее подходит под все задачи, на мой взгляд. Есть еще ряд других трекеров, RedMine, Яндекс.Трекер недавно вышел, тоже очень хороший трекер для следующей задачи. Немаловажным фактором в разработке является, конечно же, документация. Для хранения документации можно использовать пространство в Confluence. Основные артефакты документации у нас являются PDD, описание TZ, техническое задание процесса, process define definition по-другому, в котором присутствуют схемы процесса this, to be. Далее у нас непосредственно рождается техническое описание работы робота, проект работы робота, DSD. Немаловажным фактором в разработке, конечно же, является эта инфраструктура. Обычно мы выделяем следующие контуры разработки, разработческий контур, тестовый контур и продуктивный контур. То есть среды должны совпадать по интерфейсу, по приложению. Здесь как бы у нас должно быть совпадение. Для дополнительного ПО в инфраструктуре можно использовать инструменты власти в сердечке BANA. Это отличное дополнение к RP-решению, которое позволяет контролировать ход работы роботов с помощью визуальных дашбардов. То есть всю ту информацию, которую пишут роботы, можно визуализировать и наблюдать в режиме реального времени. Какие проблемы? Ну, давайте, чтобы не особо затягиваться, я оставлю эти проблемы на слайде. Вы ознакомитесь с ними. Из таких больших проблем можно выделить выбор процессов, не подходящих под собственные RP. То есть, как я уже сказал, на это стоит обращать очень большое внимание. Вторая проблема, которая выделяется, используя традиционных методов реализации проекта. То есть все проекты, какие сейчас применяются классической автоматизацией, могут также эффективно и быть роботизированы. То есть тут тоже надо важно внимательно посмотреть. Теперь автоматизация слишком большого процесса, как один из следующих факторов готовности IT-инфраструктуры и предполагаемые науки для создания роботов. То есть описание решения этих проблем у нас на слайде присутствует. Я думаю, в дальнейшем в своем личном кабинете, когда будете смотреть презентацию, можете также и посмотреть. Ну и давайте заканчивать. Спасибо большое за внимание. Еще раз прошу прощения за то, что было уделено немножко больше времени. Готов выслушать ваши вопросы, если они будут. Так, в своей компании это есть не секрет. Прошу прощения, если пропустим. В своей компании, да, я уже сказал, компания Data Mining Solutions, мы являемся интеграторами платформы, да, Анна. То есть мы внедряем RPA-решения, мы не у себя их внедряем, мы их внедряем уже непосредственно заказчика. Кто выбирает, вот следующий вопрос, кто выбирает платформу, заказчика или разработчики, или предполагает наилучший вариант, и от чего это зависит, этот выбор. Хороший вопрос, Екатерина, спасибо большое. Выбирает платформу, ну, конечно же, если это непосредственно инициатива роботизации исходит от заказчика, конечно же, выбирает заказчик. Обычно проводится исследование тех существующих платформ на рынке, имеется, ну, различные предпочтения, кто или иной платформы. На мой взгляд, в первую очередь, первый критерий, и самое важное, это является постоянное, ну, то есть, как можно сказать, постоянное обновление платформы, да, то есть, если разработчик платформы постоянно следит за, у него есть какой-то, ну, релизный период, то есть, его релизы, там, например, как у компании E-Pass, их релизы происходят раз в квартал, в конце каждого года происходит одно большое обновление, в рамках каждого обновления разработчик платформы прислушивается к пользователям платформы и постоянно допиливает, допиливает, добавляет все новые-новые, так сказать, фичи, да, то есть, от этого, на самом деле, в первую очередь зависит, на мой взгляд, выбор, да, то есть, то решение, которое мы потом сможем в дальнейшем поддерживать с наименьшими усилиями, это, наверное, самый, на мой взгляд, лучший критерий, да, то есть, если мы сравним несколько платформ, такие как BluePrizem, там, UiPath и Automation Univer, там, ну, и даже российские платформы мы можем назвать, что у них поддержка, ну, то есть, поддержку, я подразумеваю, это именно и обучение разрабатывать роботов, и устанавливать роботов, ну, и следить, собственно, как они работают, да, то есть, интерфейс, это все немаловажные части, на самом деле, они очень сильно влияют, и, на мой взгляд, на них, в первую очередь, стоит обращать внимание. Вот, да, ну, конечно же, немаловажным фактором это является цена лицензии, стоимость лицензии, да, у компании UiPath, тут ни для кого не секрет, там, стоимость одного робота, то есть, один робот, который ставится на одну виртуальную машину, стоит порядка 8 тысяч евро, да, это бэк-офисный робот, тот, который работает в фоновом режиме. серверная часть стоит, там, порядка 10 тысяч евро, и, собственно, студии разработки тоже таких же деньги, по-моему, если мне не изменяет память, стоимость примерно такая же, там, то есть, около 10-12 тысяч евро, то есть, да, мы тут должны понимать, что разработка, там, должна себя окупать, и стоимость лицензии также, ну, здесь является немаловажным фактором. Назовите элементы искусственного интеллекта. Ну, в рамках RPA мы можем применять любые элементы искусственного интеллекта, тут, на самом деле, это такая же технология искусственного интеллекта, которую можно разрабатывать и применять, внедрять, в том числе и в роботизированных решениях, да, то есть, степень применения, не степень, а даже потребность применения, там, той или иной технологии искусственного интеллекта, ну, наверное, зависит от решения какой-либо задачи. К примеру, нам нужно сделать модель обучения, которая понимает, какое письмо, там, у нас пришло, как я, да, уже называл пример, какое письмо пришло нам, как-то его нужно кофицировать, то есть, какое письмо пришло в поддержку, да, то есть, это пришло письмо поддержки, там, пэк-офисной системы, там, или фронт-офисной. На основе этого пишется, как бы, скрипт на языке Python, да, скрипт обучения модели. Модель обучается, потом эту модель можно легко, собственно, интерпретировать и, как бы, внедрять в RPA-платформу. То есть, RPA-платформа позволяет применять элементы искусственного интеллекта. Ну, надеюсь, Сергей ответил на ваш вопрос. Так. Какие еще-либо вопросы, коллеги? Надеюсь, я на все ответил. Да, спасибо вам, спасибо, что вы слушали, да, были интересные вопросы. Собственно, запись вебинара, как я понимаю, как и презентация, будет в личном кабинете слушателя, вы всегда сможете ее послушать и посмотреть. Ну, пару слов давайте скажем спасибо большое учебному центру специалистов за то, что, собственно, организовал этот семинар, да. Опять же, призываю вас к тому, чтобы вы посмотрели или посоветовали мой курс автоматизации бизнес-процессов, если там вы или ваши знакомые хотят изучить эту технологию, научиться разрабатывать на роботах, обображать вся информация, как бы, есть на сайте специалистов, учебного центра специалистов. Благодарю большое за внимание. Всем спасибо. Всем хорошего дня и настроения. Субтитры сделал DimaTorzok